дорогие друзья приветствую вас сегодня мы встречаемся в последний раз из этого мини цикла о четырех элементах мироздания и как ни странно сегодня мы поговорим о пятом элементе мироздания казалось бы всего четыре откуда пятый так вот оказывается есть еще пятый объединяющий элемент который называется свет это тот элемент без которого невозможен никакой другой элемент мироздания и свет был до того как был создан этот мир и именно светом были созданы все другие четыре элемента свет это символ ор энцов бесконечный свет который исходит из самого творца и только через свет через пятый элемент возможны возможны проявления и материализация других четырех элементов огонь воздух вода и земля обо всех них мы уже подробно говорили вы можете пересмотреть предыдущие лекции сегодня буквально нескольких словах я расскажу про этот удивительный элемент света и дальше мы сделаем упражнение которое позволит ощутить баланс всех пяти элементов в непосредственно в простом моем земном бытовом действии которая будет соединять все мои внутренние пять элементов которые есть итак как мы уже сказали что свет был до сотворения мира и это тот элемент из которого исходят собственно говоря все остальные элементы в теле оно выражается свет выражается внешней аурой самой духовной моей частью той частью с которой я соединяюсь с самим творцом с точки зрения букв имени творца если вы помните мы говорили о том что свет это вот маленькая вот эта крона на букве ют коц шибы ют маленькая маленькая такая точечка такая запятая антенка которая получает вот основной свет жизни да само понимание и осознание жизни идет именно через эту антенну на которой я получаю всю информацию которая становится материальностью на уровне сознания свет материализуется в веру и наслаждение вера это та сила которая исходит из нашего надсознания мы не можем воспринять веру как что то что действительно есть во мне я понимаю почему это происходит вера это мое соглашение с главным желанием единой силы я позволяю себе согласиться с этим желанием и я принимаю и поэтому я верю я верю что это будет так я верю что это так я верю что мне лучше или хуже будет так или иначе и вот эта сила веры она является вот прототипом элемента света также это наслаждение мы знаем что сама цель создания человека дворец когда создавал человека имел единое желание чтобы за нужное желание воздать это добро чтобы понравилось он любим во�ка судьбу для того чтобы человек неGo 열 лол я может забouter поэтому никогда не aceptать кланов можно II либо Reading ну и без следственного Оно и сидит, можно сказать, вот этим элементом света в нашем надсознании. Именно поэтому мы так стремимся к наслаждениям. Проблема в том, что мы не всегда знаем, какие наслаждения для нас экологичные и конструктивные. Но внутреннее желание постоянно стремиться к наслаждениям, желательно вечным наслаждениям, оно исходит именно из элемента света, который есть во мне. От части Творца, от света Творца, который находится в моей Душе, который является частью моей Души и проявляется в моем материальном теле. Теперь, как же добиться целостности всех этих пяти элементов, если это вообще возможно? Для этого нужно действительно позволять себе быть в осознанном состоянии, понимать, осознавать, что я делаю, где я нахожусь, кто я вообще, в чем смысл того, что происходит. И это возможно при том, что я стремлюсь к осознанному состоянию, когда я полностью подключена к тому процессу, который я делаю сейчас в этом мире. На всех уровнях. На уровне Земли, воды, воздуха, огня и света. И сейчас мы с вами сделаем упражнение. Возьмем, например, любое действие, самое простое бытовое действие, которое я делаю несколько раз в день, например, еда. И начнем проработку этого действия для состояния осознанности на всех уровнях, на всех элементах нашего мироздания. Итак, первое. Я что-то ем. Человек сейчас ест. И это проявление стихии Земли, само действие. Человек ест, делает какие-то движения, что-то происходит. И вот на этом этапе сейчас мы должны сосредоточиться на том, что мы делаем. Как сложно это. Как сложно сосредоточиться на том, что я сейчас делаю. Сколько вспомогательных есть практик. Вспомним про монотаскинг. Когда ты что-то делаешь, ты делаешь только это. Почему? Потому что ты должен сосредоточиться. Должен подключиться к своему элементу Земли, как через сосредоточение на том, что я делаю. Я сейчас ем, чтобы мне сосредоточиться. Чтобы у меня была твердая Земля под ногами. Что нужно? Убрать все, что мне мешает. Все, что меня отвлекает. Все, что меня дергает. Все, что меня раздражает. И уводит мое внимание на этой концентрации. Итак, я ем. Я сейчас только ем. Мы едим. Мы, конечно, должны найти для этого место. Земля. Время. Тоже Земля. Должны создать условия, построить фундамент, платформу тому действию, которое мы делаем. Что бы это ни было. Чищу зубы. Веду машину. Ем. Готовлю. Разговариваю. Неважно. Сейчас мы берем именно процесс еды. Потому что в этом очень показательно. Мы все время с вами, к сожалению, не находимся в осознанном состоянии. Просто вредим себе. Просто разбиваем все наши элементы на запчасти. И, соответственно, то, что мешает и нашей физиологии, и вообще нашему состоянию. Следующий элемент. Следующий этап. Дальше. Мысль. И здесь включается элемент воздуха. Мысль. Я что? Я думаю о том, что я делаю. Как я это делаю? Зачем я это делаю? И я действительно концентрируюсь на мысли. Я сейчас ем питательную пищу. Я пережевываю. Моя еда красивая, полезная, питательная. Мысль. Я думаю. Я соединяю сейчас землю с воздухом. Мысль с действием. Дальше. Желание. Теперь я подключаю сюда огонь. Желание. Я ощущаю желание. Я осознаю, что сейчас я делаю что-то очень нужное и полезное. Я хочу делать нужное и полезное для себя, для своего организма. Мне важно питать свое тело. Я хочу. Я чувствую желание. Дальше мы включаем следующий элемент – вода. Вода – это эмоции. Я задействую мои позитивные эмоции для того, чтобы ощутить, соединиться с этим действием на эмоциональном уровне сейчас. Я ощущаю радость, я ощущаю комфорт, если можно так сказать, удовлетворение. На эмоциональном уровне я ощущаю радостное удовлетворение от того, что я делаю. Следующий элемент – это вода. Вода – это речь. Что я здесь делаю? До еды, после еды. Ну, во время еды разговаривать не советуются. Но до еды, после еды. Что делают евреи? Благословение. Можно заменить это на любую аффирмацию, если вы еще не привыкли говорить благословение до еды и после еды. А я верю, что я делаю добро для себя. Я благодарна мирозданию за то, что у меня есть питательная пища. Я делаю сейчас благо для себя, для всего мира. Я благодарна себе, я благодарна Творцу, то, что я смогла сейчас укрепить свое тело пищей. Сказать это, материализовать это через стихию воды. Да, именно словом. Дальше включается элемент света. Да, уже все больше и больше мы сейчас добавляем света. И мы ощущаем то, что я верю, что мое действие – это добро для меня и для всего мира. Да, это такое, можно сказать, неосознанное состояние. Но я выбираю эту веру. Я выбираю идти сейчас по пути веры. И я ощущаю наслаждение. Наслаждение от того, что я делаю. Почему? Потому что я верю в то, что это добро. Я знаю, для чего я это делаю. Я эмоционально это ощутила. Я сказала это, проявила это в материальном мире. Я подумала это. Я создала это все на этом фундаменте. Именно таким образом мы создаем свою реальность из пяти элементов. Все, что мы делаем, во всем проявляются все пять элементов. Что бы ни происходило с нами, в отношениях с близкими, в моем отношении к себе, в моем отношении с Творцом, это всегда действие пяти элементов, которые, да, теперь мы можем по определенным качествам определить, какой элемент сейчас во мне работает, есть ли дисбаланс в какой-то части меня. А как нужно сейчас повлиять на моего близкого, чтобы помочь ему создать баланс, если в какой-то его части, его проявления сейчас есть сложность и дисбаланс. И именно так, да, и помним всегда, что наша реальность – это проявление желания Творца. На этом мы с вами сейчас попрощаемся. Еще раз напомню, меня зовут Лея Молодой. Кстати, это упражнение у меня есть в инфографике, в файле, для того, чтобы действительно такая, как памятка. Поэтому, кому интересно, напишите мне в Директ, Инстаграм или в Телеграм. Найдите меня, я пришлю вам этот файл. И желаю вам быть всегда в балансе. Субтитры создавал DimaTorzok